Янукович, он действительно из бедной семьи, по сути там полусирота, и вот видно вот это все у него вылезло сначала там сшибание шапок, да, в юношеские годы, а потом просто наворовывание и беспредел, которые он устраивал везде. То есть Украина действительно превратилась в бандитское государство, в каждой области были смотрящие, ну да, вот такое бандитское понятие, смотрящие за областью, которые отжимали, то бишь забирали деньги у бизнеса и передавали все Януковичу, там, его сыну. Смотрящие были очень хорошо организованы, ну то есть это была такая абсолютно параллельная система власти, смотрящие меняли губернаторов, определяли кто будет мэром и так далее. Но при этом большинство этих лидеров оппозиции, так называемые оппозиции, никогда не услышим, вот если мы посмотрим внимательно за все эти годы, мы не услышим их критики этих смотрящих. Например, там господин Порошенко был министром, да, там в правительстве при Януковиче, да, к президенте, там господин Кличко, как лидер как бы оппозиционной партии «Удар», полностью курировался администрацией президента. Любая проблема партии «Удар» решалась звонком из администрации президента, ну просто для понимания украинских реалий. И это все было такое эрзация, это такая была игра. А Яценюк. Яценюк, ну Яценюк это вообще интересный момент, потому что этот человек, ну, наверное, попал в политику чуть ли не с пеленок, да, потому что он там в 20 с лишним лет стал министром, потом он был спикером Верховной Рады. А при какой власти? То есть он при Януковиче занимал какие-то посты? Да, при Януковиче он начал занимать какие-то посты, я сейчас, ну не при Януковиче, при Кучме он еще начал занимать какие-то посты, да. При Ющенко он продолжил, и при Януковиче он был как бы в оппозиции, но в такой оппозиции, которую никто никогда не трогал, в которой всегда появлялись там тысячи бигбордов самых лучших и так далее. Это была игра, да, то есть эти все люди потом спокойно делили бизнес между собой, спокойно занимались даже отдыхом совместным, даже женились. Совместный отдых это? Ну, совместный отдых это как неформальный, да, будь то там баня, сауна, что-то еще. То есть они общались нормально между собой? Да, да, ну естественно ни на публику, ни на камеру, мы не увидим там, и тем более сейчас не увидим там десятки там видеосюжетов на эту тему, что-то еще. Но все это происходило и происходило абсолютно спокойно. То есть украинский народ просто разделяли, русский народ, ну не суть важна, даже людей, живущих на Украине, разделяли всевозможными точками напряжения, сопротивления, еще чего-то. Но при этом как бы делали это одни и те же кукловоды, потому что понятно, как только народ понимал, что с ним происходит и как его обирают, и кто его обирает, естественно он бы задал вопрос. То есть получается, что в некотором смысле, прошу прощения, что я вас перебил, Янукович сам создал условия для процветания той оппозиции, которая теперь его от власти отстранила в полном нарушении Конституции. Тут я хочу сказать, что у меня Янукович не вызывает никаких симпатий, особенно после того, как он сдал Украину Западу, да, вот то, что произошло, и сдал это самым глупым, самым кровавым сценарием, предал Беркут, предал все свое окружение, предал народ Украины, в общем предал все, что можно предать. И самое главное, что все потерял. Вот такое впечатление, что Янукович ну совсем не знает истории. Не знают, Николай Викторович, не знают. Но в это время шапки снимал, а не учил историю. Ну новейшие это истории. Каддафи вот, недавняя история, Саддам Хусейн, Милошевич, ну ладно он там не читал моих книг, это я понимаю. Хотя, хочу сказать, что когда я был с визитом на Украине, я всем виднейшим политикам написал по книге, в том числе и президент Украины. Ну, видимо не читал. Нет, ну надо было хотя бы на золотой бумаге сделать, хотя бы полистал бы. Вы понимаете, там все немножко иначе было у этого человека. Понимаете, в чем проблема Януковича? Проблема Януковича в том, что вот когда это все произошло, представьте, ну вот я попытаюсь кратся, да, просто объяснить. Понятно, что вы и все наши слушатели и зрители не живут в тех реалиях, да, поэтому, понятно, Янукович это где-то рядом, но не до такой степени хорошо известно. Вот представьте себе, да, то есть человек шел с судимостью, да, его там вытащил космонавт Береговой, да, дал ему возможность вступить в партию и сделать карьеру. Он там был завгаром, да. Еще не в партию регионов. Да, в коммунистическую партию, да, в КПСС непосредственно. Пошла карьера, он стал завгаром, потом что-то еще, потом стал губернатором Донецкой области. Там они уже потренировались, как правильно отжимать, все это делает, да, там достаточно жестко все было. И потом его в четвертом году ведут к президентству. Ну, вел его президентству как бы Кучма, но Кучма был свой сценарий. Опять же, с западными же политтехнологами, которые к Кучме пришли от его кума, от его зятя, прошу прощения, Пинчука. Пинчук это такой достаточно интересный человек. Он пытался играть на Украине роль украинского Чубайса, но немножко не вышел, да, там, как бы вот уровнем. Он стал там представлять определенные интересы мировых влиятельных там семей кого-то еще. Пинчук просто занимался системным разворовыванием страны, да, благодаря тому, что вот так удачно женился, да. Поэтому вот Криворож Стали он тогда забрал, потом была реприватизация там при помаранчевых, да. Много других заводов, вот трубный бизнес, ну, много всего металлургии. Ну, это миллиардер, там, не знаю, количество миллиардов, ой, я не успеваю там считать сколько, ну, один из самых богатых людей в стране. Так вот, что интересно, Пинчук тогда привел к Януковичу тоже этих политтехнологов западных, и тогда был реализован какой сценарий. Вы выбираете самого слабого из симпатиков для Востока, соответственно, судимостью совсем, ну, как бы, мы не могли тогда понять, почему нам навязывают такого человека, да, который вроде говорил о русском как государственном, да, потому что в кадровом потенциале тоже партии регионов были десятки людей, которые играючись выигрывали у Ющенко, да. А у Ющенко тогда, напомним, на выдвижении его выступал Олежка Тегнебок, тогда юный молодой человек, который кричал про жадов и москалей, которых надо там, все с ними делать нехорошее, да. Ну, как бы, были слабые точки и там, и там. Вот именно в 2004 году впервые была отработана технология, она отрабатывается очень хорошо, противостояние на Украине. То есть никогда Украина так сильно не делилась, вот именно тогда она разделилась на Запад и Восток. Это была первая точка, первая точка натяжения, да, и вот тогда попробовали, как это все происходит. А Кучме, как тоже относительно недалекому человеку, да, навязывая, что внушалась мысль, сейчас они там будут, когда дойдет до противостояния, вы останетесь на третий срок. И все красиво развернете, объясните, что надо спасать страну, поэтому я на третий срок остаюсь. Когда Кучма уже собрался это делать, к нему приехали посредники, как всегда, из великого геополитического игрока Польши, да, в первую очередь, и озвучили мысли, что надо сделать. И Кучма, ну, под гарантией безопасности лично и всем остальному, что надо отдать должное ему тогда было не только обещано, но и сохранено, он ушел в сторону. Ющенко пришел незаконно к власти через так называемый третий срок, да, третий тур, да, прошу прощения. И практически был нанесен первый, самый ощутимый удар по украинскому суверенитету независимости, иллюзии, да, суверенитета независимости. Да, села рядом, разговорились, и вот оказалось, что... Да, я не знал. А в случае Саакашвили, это вообще смешно, гражданка Голландии просто там с ума сходила от Грузии, все о ней знала, да, то есть, и вот просто, ну, диалог завязался просто со старта, да, вот, не знаю, я сколько бывал за рубежом, я много езжу, там, больше пятидесяти стран посетил. Ну, как так говоришь, Джорджия, да, то есть, все знают только штат США, да, что такое есть государство, ну, и... Одна девушка знала Грузию, вот на ней Саакашвили женился. Да, и вот именно она еще перепутала место, да, вот, ну, просто, да, ну, вот судьба, да, это божий промысел, не иначе, совершенно верно. И вот интересный момент, ну, то есть, таких зеркальных моментов было много, но Ющенко оказался вообще никудышным иностранным агентом, да, это все закончивая с тем, что он провалил второй срок, да, и установил мировой антирекорд. Вот, Ющенко получил наименьшее количество голосов на выборах, как действующий глава государства за всю историю всего человечества, то есть, нигде в жизни вы найдете такое минимальное количество, он, наверное, знает всех своих избирателей, знаете, когда смотрит, да, три голоса, да, странно, я и жена, да, неужто любовница тоже проголосовала, да, когда вот, вот, нет, это не так, когда любовница подходит к мужу и говорит, я понимаю, мы с тобой голосовали, а кто она, да, то есть, вот, как бы, и устроила разборку. Аналогичный случай был с Ющенко. Янукович пришел, Янукович пришел, обратите внимание, абсолютно чисто в 2010 году, при том, что Юлия Владимировна Тимошенко кричала о фальсификациях, о чем-то еще, западный мир сразу его задвинул, сказал, нет, нет, все чисто. То есть, тогда уже было видно, что как-то, как минимум, странно это все происходило. Хотя, по поводу чистоты прихода Януковича в 2010, вот, у меня, например, были некоторые сомнения. Ну, там небольшая разница. Да, да, он выиграл, но совсем не так выиграл, как вот примерно было, потому что я вот знал примеры, да, фальсификации. Я знал не следящие за теми выборами, не участвующие в них, так активно, а западные наблюдатели, да, которые там выкапывают все, что угодно, каким-то образом этого не заметили. Хотя, вроде, их симпатии формально были на стороне Юлии Владимировны, да, но это опять был красивый, красивый развод. Смотрите, когда была эта выборная кампания, я как раз был тогда на Украине, много встречался здесь с нашими российскими избирателями, если так можно сказать. Тогда России было все равно, кто выиграет. Да, да, Россия не вмешалась. Вот, когда вы рассказываете, это становится очевидно, но все равно до сих пор у нас есть определенная иллюзия, которая вот сейчас так развеялась, так, одним паровым ветром. Янукович лояльный. О том, что, да, Янукович какой-то вот такой особо пророссийский, вот он к нам очень испытывал, и мы что-то на Украине потеряли с его уходом. Вот хотелось бы попросить вас, мы от хронологии Майдана, ладно, нашли вернемся, расскажите, что такого пророссийского сделал или не сделал, Янукович. Потому что, ну, вот договор по Черноморскому флоту, можно напомнить, да, но любой другой президент заключил бы... Не, Янукович. А, а, вы имеете в виду, вот уже после прихода, я понял, да. Юля стала бы президентом, заключила бы она это договор? Быстрее и конструктивнее, однозначно. Русский язык? Ничего с русским языком не произошло хорошего, потому что его со статуса межнационального общения, да, языка межнационального общения опустили до статуса регионального. Для понимания, что такое статус регионального, региональным языком может быть язык того национального меньшинства, которое представлено хотя бы 10% в данном регионе. При том, как у нас делаются переписи, то я думаю, в каждом регионе было бы 9,99% русских. И оказалось, что даже, там, за исключением, может быть, Крыма, до достаточно скорого будущего, да, все остальные регионы вообще бы не могли бы сделать... Ну, то есть, понимаете, язык межнационального общения опускается до регионального, да, это... Еще что-нибудь можно вот в актив? Нет, в актив ничего нельзя сделать. В актив ничего. Вы поймите, у нас практически все украинские президенты, за исключением Ющенко, приходили на одном. Вот, например, даже Кравчук, я вот напомню, 91-й год, не будем так глубоко закапываться, но вот один пример. Он шел, у него была программа 5D, то есть, D – державность, D – двуязычие, там, D – демократия, ну и так далее. Хотя, вот, слово «дурак» у меня лезет все время из этих 5D, потому что, по сути, ничего из этого не было исполнено, да. И двуязычие тоже не было. Конечно, нет, да. Это при Кравчуке. То же самое обещал Кучма, русский как второй государственный. Тем более, обещал Янукович, когда шел на выборы. Ну, естественно, место сидения определяет точку зрения, да. Как только они забирались туда, они понимали, что если эта проблема будет решена, соответственно, нельзя будет разделять народ и сталкивать там лбами на основе, да, каких-то вот… Ну, понимаете, проблемы языка, на самом деле, не существуют как таковой, да. Ее легко решить просто видением. Ну, для Западной Украины это возвели в абсолют, как абсолютное зло, да, вот, ну, для многих людей, там, накачали эмоционально. А для Востока, как то, что вот сейчас будет, да, вот вы немножко потерпите, и вот мы сейчас примем. И, соответственно, каждый раз на этом литеральном поле собирали голоса как для типа националистов, так и типа для людей, которые давали русский язык. Почему слово типа, это они были эрзац. Я напомню, что они потом так же спокойно парились в саунах, да, и так же спокойно решали вопросы. Единственное, где была точка ненависти друг другу просто колоссальнейшая, это именно Тимошенко Янукович. Там была личная вражда. Ну, как бы, Тимошенко его иначе как зэком не называла, ну, абсолютно справедливо, да, тут ничего не видно. И, соответственно, это личная неприязнь, она и реализовалась. Она реализовалась в посадку, да, абсолютно незаконную посадку, решение по Тимошенко, я не раз об этом говорил, решение о заключении Тимошенко было абсолютно политически мотивированным и никак не законодательно прописанным. Потому что ее посадили за то, что она подписала коллегиальное решение нескольких десятков человек. Не, ну, конечно, здесь решение политическое, но я думаю, что если бы итоги выборов 2010 года были зеркальными, то... То она бы посадила Януковича. У Закосовести была бы совершенно другая фамилия. Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, вы понимаете, тут уже любой бы из этих двух политиков открыл ящик Пандоры, да, потому что все-таки, как бы, были такие неклассные правила, что предыдущего президента, новый, ну, или там, своего оппонента, да, то есть лидера. Не закрывают в тюрьму. Владимир, 21 ноября, начало, 28 ноября, это накал страстей начинается. Нет, чуть-чуть, позже объясню, 21-го начало, просто вот Майдан был чем-то вашим белоленточным движением, да, вот. Выходили люди типа креативного класса, да, вот, там всякими, ну, там было три составляющих вот Майдана как такового. Первое, люди, у которых украли мечту, вот все были уверены, сейчас подпишем договоры Евросоюза, даже люди не понимают, что мы подписываем. Мы вступаем в Евросоюз, это абсолютно серьезно говорило большинство людей. У нас сейчас будет зарплата, у нас будут закрытые канализационные люки, у нас не будет очередей в детских садиках. Это, это... И безвизовый. Да, и безвизовый режим, вот, это абсолютно серьезно. То есть, никто не читал. Без улыбки, никто не читал, но, во-первых, его никто не переводил. Депутаты, когда за него голосовали, не было перевода на украинский язык или русский язык. Наши получили дипломаты по дипломатическим каналам через Брюссель. И как раз дали на русском языке почитать Януковича и всем остальным. После чего Сергей Юрьевич Глазев в интервью говорил, что встали, так сказать, волосы дымом. Ну, это, конечно, удивительно. Вы знаете, мы общались на эту же тему с Сергеем Юрьевичем Глазевым, он, кстати, мой земляк, тоже запорожец, родом из Запорожья. И вот интересный момент, он говорил, я не могу понять, мы говорим с вашими чиновниками, они говорят, да не парьтесь, мы все равно это исполнять не будем. Он говорит, ну как не исполнять, если подписывают и не будут исполнять. У него был, знаете, просто такой ступор в сознании.